Музыка Музыка Ну какая-нибудь древнееврейская форма типа Никтоль, которая традиционно называется интерфектом, которая обозначает вообще-то виртуальность, а вообще-то будущее а еще прогрессив в очень специальном классе и контексту частного классика предложения и это понятно почему, потому что появилось такое предикативное причастие по Т, которое внезапно стало распространяться на прогрессивные контексты ну и прежде всего определительную клаву и что этой форме осталось, то и осталось и есть по этому поводу куча анализов Мат учит нас про категорию публики Пятиосов считает, что это такая цель дикатур из капитуалиса в возможность и далее в будущее и дальше даже более сложная, более дорогая получает цель наверное разная на связи для разных языков в любом случае все из них предполагают, что будущее этой цепочки является в каком-то смысле техническим производителем то есть у татьевоза это просто финальный тип эволюции для Каспермат сначала было такое большое, непрошедшее время, которое сначала настоящее, потом будущее и в любом случае хабитуальное употребление как часть бывших произведенных функций они технически первичные в этом докладе будут три случая, когда по крайней мере с синхронной точки зрения главным значением формы является несомненно футуральная но как-то оригинально эта форма употребляется в хитальных контекстах показывает при этом разные свойства, очень похожие в этих трех языках а три языка это во-первых русских, а во-вторых макшанский, который на этой конференции уже был и бессельмянский, который еще будет макшанский и бессельмянский это два таких чудесных финно-угорских языка по волжски бессельмянский это разновидность юдмуртского в русском языке это случаи типа 1, 2 и 3 когда бывалый вечер длинный, мы с вами едем, исчезнем тут и там редко-редко преподатель русского языка обратит внимание на то, что дети отправляются в экскурсию и русская традиционная испытология учит нас, что это наглядно примерное значение русского совершенного вида во-первых, у него известно, что он составляет просто лексическое требование конструкции типа ну там, то зашелохнет, то прогремит, или не зашелохнет, не прогремит там обязательно совершенно видно нет таких конструкций, как замечает традиционная аспектология оно требует разных наречий кратности типа нередко, бывало, иногда и приемлемость таких форм резко повышается, если в приложении больше одной 4А странно, такое неоконченное предложение 4Б кажется намного более приемлемым да, и кроме этого всего отвечает трудно формализуемое, трудно вообще подающееся описанию какая-то эмфатическая, что ли, окраска таких примеров вот Юрий Сергеевич Маслов очень эмпесинистически пишет, что неограниченный ряд повторений пластически представлен в едином случае вот ну, к этому, кажется, можно добавить еще несколько важных свойств этот самый А квантер, наречие кратности может быть не только выражен, но еще и скрыт да, если эта кратность как-то задана в предшествующем контексте вот, в предложении квантер может быть не выражен, да, пример 5 вот и еще, что кажется очень важным для негадных примерных ритуалиса он не может занимать позицию кузального топика плохо сказать, Кузьма Петрович, в общем, приятный человек он обведет аудиторию тяжелым взглядом только иногда плохо сказать, обведет аудиторию тяжелым взглядом даже Кузьма Петрович и не любой фокус годится он не может кариться составлять дефекционный фокус в смысле Каталины Киршина на карте здесь уже помянутой ну, по крайней мере, если вот у нас есть модальный вопрос и вот есть конкретное множество примеров какое-то множество альтернатив заранее заданное носишь, не носишь вот в этом случае я эту рубашку иногда надену сказать плохо да но в русском языке, кстати, годятся еще не все аквантеры не все наречия краткости вот, пример 9 показывает, что наречие паро паро наша собака задает так, что соседи слышат хорошо каждый день хуже вот всегда будто бы и вообще плохо вот есть макшанский язык, в котором видовольная система совсем не похожая в макшанском языке есть большое настоящее будущее время и есть дефолтный нормальный способ уважения хабитуалиса с помощью дирекционных показателей это такая ну, там есть четыре этимологически независимых показателя миологически неродственных, которые на синхронном этапе распределены морфонологически вот, у него много употреблений из зоны глагольной множественности внутрисубъятийное, внешнесубъятийное и чаще всего такие эти показатели обязательны в хабитальных контекстах вот, в предложении 10 у нас проводится много мероприятий на глаголе проводится обязательный показатель так называемого имперфектива ну, название традиционное вот в прогрессивных предложениях чаще всего бывает не маркированы этим показателями вот вот ну, существует два класса хабитальных предложений в которых этот контекст может опустить во-первых, это разные генерические предложения как в примерах 11 и так примыкающие к ним предложения характеризации вот предложение типа 12 как показал товарищ представитель секции вот предложение типа Васи не пьет, когда мы относим к Васю то есть из двух больших классов вот такие предложения могут вести себя подобно генерическим а еще возможно опущение показателей хабитуалиса в контекстах которые генерически им признать трудно вот и все эти предложения как кажется тоже имеют негативно примерно значение почему я тут утверждаю во-первых для них как и в русском нужен отвергальный квантер предложение 13 наша корова стала беспокойно постоянно мычей если есть постоянно то можно опустить показатель хабитуалиса по утрам 8 часов я пью корь если есть по утрам 8 часов все в порядке набор квантеров шире чем русском и кроме того это может быть не только А квантер а еще и Д квантер как в примере 15 каждый при встрече учит или буквально научит меня жить то есть когда поезд подъезжает к станции они собираются торговать ну торговки высыпают вот и главное что такое опущение невозможно у форм прошедшего времени форм с одной стороны у форм прошедшего времени показатель хабитуалиса обязательно всегда с другой стороны форму не маркированного приятности типа те которые вы видели выше нормально могут иметь референцию плана прошедшего да вот например пример 18 это иллюстрирует в контексте Виталий был мужик пропащий нигде долго не работал говоря даже воровал постоянно на улице денег попросит нормальная презентная форма без показателя хабитуалиса с показателем хабитуалиса плохо форма претеррика без показателя хабитуалиса тоже плохо вот они маркированы форма премиса можно отличить вот и обращение имперфектива невозможно если опять же глагол находится в каузальном топике Вася топит бамят по субботам и по воскресеньям козу хормят только маму вот в таких примерах показатель имперфективы мы тоже не можем пустить идентификационный фокус предложение 20 вон у меня такие простые примеры ответ на модельный вопрос ты эту куртку носишь или не носишь я эту куртку еще ношу тоже так в русский я эту куртку еще надену присутствует ли вот эта вот ощущаемо традиционными лингвистами пластичность сказать очень сложно но по крайней мере есть импликатуры очень похожие на русских типа 23-24 если мы скажем Маша никогда не надевает такие сапоги с показателем имперфективы это может быть по тысяче причин но таких сапог нет или там не за чем мне по грязи ходить если мы скажем без показателя имперфективы то это она такая принципиально гордая таких сапогов никогда не надевать вот есть явное отличие от русского языка во первых нет никакого ограничения на количество предложения может быть свободна может быть одна форма во вторых по праздникам девушки заплетут косо и запоют по-русски там обязательно перфективы предложения вот поэтому невозможна одновременность в предложении 25 как будто макшанские соответствующие предложения отлично допускают одновременность то есть кажется эти формы не являются перфективными ну вот в табличке на странице 7 кратко перечислены сходства отличия макшанского не маркированного фрэма с ожидания в контекстах и русского перфективного права у нас теперь переходим к госпитинянскому и тумурскому висplainскому отличная форма настоящего и отдельная форма будущего ну как русского более-менее а еще есть как макшанском и отдельный продуктивный показатель итератив итератива можно свободно опустить в настоящем времени и нельзя опустить в прошедшем но кроме того никаких более менее наглядных он вроде бы не показывает, вот, например, в примере 27 ко мне такой только Вася, вроде бы глагол в топике, но и опустить, и не опустить можно свободно. Зато иногда примерные свойства имеют, по-видимому, форму будущего времени, как в примере 29, иногда грипп вырастет около дома. Как и здесь, в отличие от Макшанского, на самом деле очень похоже на русский, потому что битуальная интерпретация вообще появляется только в присутствии отбегального квантора, и такие формы невозможны в топике. Ко мне, в предложении 30, с формой будущего, может значить, ко мне придет только Вася, или ко мне будет приходить только Вася, а презентных, абитуальных референций у него нет. Когда в морфице моют полы? В морфице моют полы каждое утро. Форма футурома здесь также неприемлема. Единственное исключение составляет атонированная постфокусная тема, где наглядная примерная форма тоже возможна. И кажется в русском языке также. Иногда суп подгорает, это не естественность примера, это какие-то бессименовские реалии. Пророжденное предложение. Иногда подгорит суп и у мамы, плохо. А вот иногда суп и у мамы подгорит, это лучше. Ну, то есть, не лучше, а вообще хорошо. Как, кажется, и по-русски. Вот. И тоже приемлемость будущего в хректуальном контексте повышается, если форма высказываний не одна. 33а. Треба такого-то. Продолжение незакончено. Продолжение 33b. Отлично. Вот. У меня пока что нет сведений, какие точности Аквантер лицензирует. Например, например, Астрогурдском. Там тоже все очень ограничено. Например, продолжение с «каждый день», как и в русском, форма будущего в таких контекстах, в которых нельзя. 34 будет значить «буду пить по чашке кофе, а не пью». Вот. Таким образом, несерьмянском наглядное примерное будущее почти по всем другим свойствам сходно с русским. Кроме одной особенности, и да, можно было считать это какой-нибудь позднейшей калькой, потому что ясно, что русский и ютмурский – это очень контактные языки. Вообще все восточно-ютмурские языки. Да. Вот. Но, кроме одной интересной особенности, в Бессерьмянском есть показатель такого ретроспективного иствига. Ну, просто неизменяемая претеритарная форма глагола «быть», которая объясняется, например, к претериту, делать в него такой плюс-квам перфект, неактуальное превышение прошедшее, объясняется капулярностью – делать из него имперфектив в прошедшем, а объясняется к будущему – делать из него капитуализм прошедшим. И без показателя перспективного иствига просто наглядная примерная форма будущего к плану прошедшим реферировать не могут. Вот. Как показано в примере 35. Свойства таких конструкций, однако, отличаются от того, чего мы бы ожидали от наглядно примерной формы. Просто, во-первых, для глаголальной интерпретации не нужен аквамтор, они отлично могут находиться в паузальном топике, и такая форма вполне может быть единственной в предложении. С другой стороны, от формы даратива в прошедшем такие формы отличаются как минимум следующими. Вот в таких индивидных или генерических и индивидуальных контекстах они все-таки недопустимы. Маша хорошо шинит машинки, и старая Анна плохо слышит, плохо увидела, в предложении их характеризации так все-таки нельзя сказать. В идентификационном фокусе они тоже возможны. Предложение 42, да, имеется в виду не общефактическая интерпретация русского имперфектива, а абитуальная. Неужели ты из такой чашки когда-то пил много раз? Да, пил. И имеют в виду такие же импликатуры дурного характера, так называемые. Директор школы в заднюю дверь никогда не заходил, по тысяче причин. Директор школы в заднюю дверь никогда не зайдет, бывало. Это, скорее всего, потому что он вот такой вот гордый. Ну, каждая все-таки импликатура, ее можно эксплуатированно отменить, но она регулярно возникает как первая реакция Бога-на-Си. И вот такая странная риторическая переинтерпетация наблюдается еще в частном упустительном предложении. 45, когда твоя бабушка вымыет ретроспективный сдвиг пол. Это значит не когда твоя бабушка мыла полы с такого невинного интереса, интересуемся, например, в какой день недели, а такой риторический вопрос. Когда твоей бабушке было мыть полы? Ну, ясно, что нет. Вот, кажется, в таких случаях мы видим такое капацитивное прочтение Хабитролиса. Вот, бабушка могла быть полы, когда могла быть полы. То, что в русском, русская эстетология традиционно называется наглядно потенциальным значение русского перспективного преобразования. Жерим, мы их арест не разберешь, 15 лет учат, не научат. Ясно, два ли это разное значение, или что-то получаемое, скорее, прагматическое, но вот, тоже есть. Быстро о том, что об этом можно думать. Мне кажется, что это очень похоже на известные примеры типа 48, со 49. Нельзя сказать, вроде бы, the green bottle has a narrow neck. Можно только the green bottle, и вот как утверждает автор генерической книги, это потому, что дескрипция green bottle не обозначает when it's established height, именная группа с определенным артиклем реферирует к виду, и поэтому в этом контексте невозможно. А green bottle не реферирует к виду, а реферирует его представитель. И в предложении типа 49, green bottle has a narrow neck, генеричная семантическая структура высказывания берется не от того, что именная группа реферирует к виду, а откуда-нибудь от другого места, например, от глагола или от других еще. Вот. И вот для того, чтобы размышлять о семантической структуре моих предложений, я использую очень старомодный анализ Хабитуалиса, который был представлен в той же генерической книге с помощью квантер-агента. Хотя, конечно, сейчас Хабитуалис с помощью квантера больше никто не анализирует. Известны факты о том, что предопитация предложения чувствительна к его информационной структуре. Если фокусим мы на дополнение, в случае А на странице 12, в протипической ситуации, когда Джон что-то пьет, обычно это пило. Если мы также попробуем писать на предложениях, которые были на наших трех языках, получится следующая вещь. Смотрите на примеры 50, 50, 53. Если у нас глагол в топике, то, кажется, обязательно должен быть связан этим генерическим квантером с объективным аргументом. А если у нас информационный фокус на глаголе, в конце месяца пятикак получит зарплату, по праздникам девушки заплетут, косо запоет песню, этот объективный аргумент в любом случае не будет в рестрикторе квантера, не будет им связан, а будет появляться только в сфере действия. И в репрезентациях написано в таком стиле объективные перемены, в тех случаях, когда будет возможен базор наглядно-примерные формы, будут связаны, ну, в зависимости от анализа, либо экзистенциальным квантером, либо вообще пока что будут связаны до экзистенциального закрытия. То есть они будут ввести себя в точности как эпизодический форм. простонарративный пример, что объясняет их такой вот эпизодический флейм. Наглядность, пластичность, как пишет Мастер и так далее. В чём дело приложение с идентификационным фокусом, конечно, пришли сложнее, но первоначальная интуиция в связи с том, что с объективными переменами в таких приложениях тоже связаны. Обычная ситуация, когда ожидается, что надену эту куртку, я ее надену. И можно считать, что, действительно, анализ капитуальности можно понять какой угодно. Важно, что в наглядно-примерных предложениях, вот эта наглядная примерность, вот эта капитуальность, генеричность, что угодно, может браться из вибрального квантера, который будет на месте квантер-гена в этих примерах, а глагол будет обычный эпизодический, а не какой у них битуально. Вот. И совсем коротко, немножко технических замечаний. В исторической русистике уже считалось, что русский наглядный пример на совершенный вид, это значение не будущего времени, а перфективного презенса. То есть, рудюмент того состояния языка, когда глаголы совершенного вида тоже нормально могли реферировать настоящее. Поэтому оно лексикализовалось в разных конструкциях. То есть, все-таки настоящее было сначала, а будущее потом – это рудюмент. Вот в Макшанском эта категория перфектива, тоже очень молодая. Макшанский ее себе недавно сделал из этимологических неросных четырех акций, которые имеют пракер-генбургскую этимологию, поэтому, по-видимому, продвадонно считают, что сегодня немаркированных презенсов, ритуальные значения – альхаичные. В Удмуртском языке тоже самое. В фракверском уровне противопоставления настоящего будущего не было. В Удмуртском его себе специальный разъем, корпорировав парадивы презенса, в сутки, прости господи, динтранзитива. Если считать, что старое будущее тоже постепенно вытесняет из капитуальной презенции зоны нового презенса, тогда можно тоже считать архаизмом, а конструкции с редискутивным следом будет тоже такой более архаичной ступени развития. И формально это получаются такие булочные категории, вот как в спельмарке тогда. Почему же возникает такое ощущение пластичности, такой эпизодический флеймер, и все выглядит так, как будто это происхождение эпизодического формы, которая просто помогает аквантам употребляться в капитальный контекст. Возможно, такая техническая переинтерпретация после того, как по новому прототипу этой категории стало будущее. И эти формы как-то переосмыслились, как действительно именно в определении будущего в данных контекстах с костылями в виде одновременных квадратов. более точных дискуссий. Спасибо. Кстати, немножко осталось времени на дискуссию, хотя немножко есть. Какие будут вопросы и замечания? Я могла бы поговорить по поводу репрезентации, скажем, 52-53 и репутин, что события неопеременной атлантики не связаны генерическим оператором, надо сказать, что тогда надо поменьше мерить переменную С, тогда как геодерная сфера есть, значит, репрезентация, значит... Она там есть. Она там есть. Время этого от Э, это С. И ситуация существует отдельно от событий? Это просто в стиле того, что есть у Карлского полетия. Там есть уникадемия, это С. Хорошо, спасибо. То есть С и события, как бы, это разные вещи. Да. Это такой стиль. Ну, может быть, применение, применение, еще что-то. Что вопроса? Замечания, комментарии? Ну, совсем дурацкий мелкий вопрос. По 35-му вопросу, там исключена ситуация, что... То есть Вася, покойник Вася выходил на улицу, просил денег. То есть когда он выходил, он еще не был покойником, Нет, это не было зомби катого есть. Было зомби. Ага. То есть это именно в этом и состоит. А все, все, что и у вас. А вот в этой вот системе, на странице 12, там интерфектив соответствует какому или нету? Ну, вот этот интерфектив, который вы гласируете как интерфектив. По 35-му 12? Да. Ну, она бы соответствовала. А? А Макшанский интерфектив? Нет, Макшанский, наверное, все-таки нужно принять какой-то другой анализ. Это не квантерной анализ ритуальности. Потому что, ну, есть независимо от этого пользу. Ну, то есть, это и там будет в другом не так какой-то репрезентации. Такой анализ, который прошел ритуальности. Ну, я, пожалуй, уточню про будущее в прошедшем. Оно уже решено собственное значение будущего в прошедшем? Нет, нет, нет. Нет? А что тогда будет у меня значение будущего в прошедшем? Чем оно так? Ну, в Макшанском методе нет такси. Поэтому просто относительно времени будет становиться просто в будущем. Где-нибудь условные контексты, там есть специальные условные формы. Ну, нет, это понятно. То есть, аж чего-нибудь вроде, типа, на завтра он должен... Нет, 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 нет. Мне кажется, что такая штука достроила в то время, когда она была ритуально. Так, да? Видимо, да. Что же еще? Как еще тогда придется это объяснить? Понятно. Спасибо. Очень интересно. Да, очень. АПЛОДИСМЕНТЫ